Итак, у нас была, наверное, самая большая зеленая свеча за последние несколько месяцев вчера. Давайте посмотрим, что же произошло, почему, что теперь ждать, кое-какие позитивные, интересные, очень интересные новости на крипторынке. И посмотрим на картину в целом. Вы на канале Крипто Хэмстер. Поехали! Начнем, как всегда, с новостей. Fidelity запускает институциональную платформу для блок биткоина и эфира. Назвали ее Fidelity Digital Assets. И она будет работать там круглосуточно 7 дней в неделю, будет обеспечивать кастоди для крупных бизнес-операторов. Ну, в принципе, для каких-то крупных клиентов. И сейчас уже Fidelity Investments у нас оперирует 7,3 триллиона долларов. Так что это очень и очень круто. Один из крупнейших игроков на рынке, пришедших непосредственно в крипту. Все очень по-обычайному настроену, особенно в связи с тем, что это пришло после вот этих вот событий у нас с ценой биткоина. Так, что же произошло? Ну, во-первых, сейчас мы смотрим, давайте сразу говоримся, на Bitfinex. Вот этот график, то есть 6,370 у нас выросло до 7,770. Там, 7, да? В чем дело? Во-первых, несколько дней назад Bitfinex объявил о том, что закрываются депозиты на фиатные деньги. И там доллары, евро и так далее, они закрыты по техническим причинам и так далее для некоторых клиентов. И вот потом появились некоторые новости о том, что у нас происходят некие события с Тезером. И то, что это все скоро рухнет. И там какие-то банки открывают информацию о том, что они там не поддерживают и так далее. Bitfinex-овские кошельки, в смысле, те кошельки, которые должны обеспечивать Тезер долларами, да? Ну и, в общем, пошло-поехало. Был даже такой, в итоге, в последние какие-то моменты, такой вот фейковый. Ну, на самом деле, конечно, полная ерунда. Это шутка была явная, всем было понятно. Такой вот твит, пулял по твиттеру о том, что Binance закрывает, длистит Тезер. И посреди причин объявляет, что Тезер это большой, все большой скам и так далее. Ну, это, конечно, примерно то же самое, что Виталик умер, да? Вот. И в связи с этим люди стали выходить из Тезера, стали скупать Биткоин, потому что, как бы, что им еще остается делать, кроме как покупать крипту, если у них есть Тезер, а Тезер как будто бы летит в пропасть. На самом деле, да, вот мы когда смотрим вот на эту всю картину и видим, что у нас там цена Биткоина выросла вот на такие вот отметки, вроде бы как это к доллару, в случае с Битфайнексом все не очень понятно, потому что у них что доллар, что USDT, это примерно одно и то же. То есть, когда вы на бирже покупаете Биткоин за доллар на Битфайнексе, на самом деле вы получаете USDT, и не совсем понятно, сможете ли вы вернуть этот USDT себе там на банковский счет в виде доллара в итоге. Поэтому, когда люди видят эту ситуацию с Тезером, они с одной стороны думают, ага, вроде как это доллары, да, ура, ура, все растет. А с другой стороны, эти люди, которые понимают, что может это не доллары, а просто леднички-нолики, которые потом ничего не будут стоить, если Тезер соскамится и Битфайнекса соскамится, то они лучше выйдут в Битфайнексе. И там потом вышло из Битфайнекса, вывели там какие-то безумные количества Биткоинов, после этого всех свечки, потому что боялись, ну люди боялись, что возьмут все и рухнет-то в плане Битфайнекса. И это объясняется также тем, что, вот смотрите, вот у нас, что это, по-моему, Coinbase, да, на Coinbase тоже, конечно, все это было здорово, но вот смотрите, если там на 7800 почти дошла свечка, то тут на 6800. То есть спред в разных обменниках на 1000 долларов. То есть все это, конечно, подтягивалось, немножко там люди спекулировали, какой-то такой элементарный арбитраж там был по Битку, но по большому счету, вот это вот движение, оно было бы намного-намного слабее, потому что по отношению к реальному доллару, как скажем на Coinbase, эти покупатели не были так обеспокоены, да, и по сути не вводили свои тезеры, не вводили свои фиатные, якобы фиатные активы в Биток. Вот, так что здесь все было там достаточно скромно, в итоге вот там 200 долларов какой-то показывает относительный рост после коррекции. Здесь рост где-то 350 долларов, то есть заметно больше, но, тем не менее, кстати, коррекция в виде 7800 до 6700, еще огромнейшая тысячная коррекция за это время. Вот, но вот такие дела. В общем, смотрите, в чем мораль. Мораль в том, что тезер у нас неизвестно, что с ним случится. На самом деле, это, конечно, все сейчас нам говорят, что вот завтра уже, ну, по моей датам, 16 числа, эти самые депозиты будут снова открыты для тезеров в фиатных валютах, даже для тех вот некоторых пользователей. И главное то, что, как бы, никаких особых явных причин для паники по тезеру в настоящий момент нет. А, как бы, все, все, что вот это вот, все эти слухи, они, ну, возможно, строились именно для того, чтобы попануть вот так вот биток. Вот, так что стоит быть осторожным. Возможно, что это просто повод для того, чтобы люди скинули свои тезеры на рост битка и, как бы, вывели там шартистов и так далее. Вот, хотя, с другой стороны, есть большой шанс, что это все пройдет очень негативно в конечном итоге, что возможно, что тезер действительно будет большой проблемой. Никто сейчас не знает. Для безопасности лучше всего, конечно, выйти из тезера и вообще из битфайнекса, либо хранить там, ну, совершать какие-то мгновенные сделки, там, подводить обратно на блокчейн свои битки. Либо спокойно сидеть в фиатной валюте, используя другие биржи. То же самое можно сказать, кстати, и про Binance, там тоже полно тезера, и там, возможно, еще будут какие-то движухи, если с битфайнексом пройдет все это дальше. Вот, ну, а для тех, кто рискованный, да, можно, конечно, и играть на вот это вот понижение, когда тезер там стоил по отношению к доллару, где-то 80, там, с небольшим центов, то можно было покупать тезер и 20% прибыли чистого на долларе можно было бы сделать. Вот, ну, вот такая история. Так что, в смысле того, что куда будет двигаться биток, ну, видишь, что он уже здорово корректируется, да. Сейчас вот этот спред остается, поэтому, на самом деле, что будет дальше, никто не знает. Когда ситуация немного объяснится с тезером, тогда спред будет меньше, и можно будет уже как-то более-менее решать, куда двигаться. На данный момент у нас достаточно сильное движение вверх было, поэтому все еще у нас есть шанс двигаться еще выше. Мы пробили вот эти все линии, но это, опять же, все, видите, спекулятивное и нереальное движение. Вот, вот реальное движение было. Вот они потрогали эти линии тренда. И то, как падающие, да, мы тут торговали. Ну, ну, неважно, движение было, по крайней мере, не таким сильным. Мы не коснулись ни 7 тысяч, там, да, и это была такая мгновенная свечка. Вот мы вернулись опять там на 6 400, которые были раньше. Вот, так что, вообще, вот на это смотреть очень так опасно. Ну, посмотрим. На мой взгляд, на мой взгляд, во-первых, сейчас не стоит ничего торговать, посмотреть ближайшие дни, что произойдет. Там, если вы будете, конечно, вне сильного движения будет досадно, но будет еще досадно, если вы все просадите на ошибки по отношению к сильному движению, которое не оправдает себя. Вот, я думаю, по-прежнему, по-прежнему, что мы возвращаемся в тот же самый канал. Все еще, как бы, никаких особых изменений у нас глобально нет. Вот эта вот сильная аккумуляция не была здесь распродана, поэтому возвращаемся в канал, продолжаем здесь движение, идем вниз на новый лоу, и потом спокойненько продолжаем расти уже в новом бычьем тренде. Потому что, как видите, вот это такое сильное движение, оно неустойчиво, о чем я говорил, в принципе, раньше. Теперь, по поводу некоторых таких второстепенных моментов, шарты ланги у нас, видите, как поменялись. Шарты росли очень здорово, особенно на некотором этом движении, и потом мгновенно все-таки рухнули, потому что, наверное, ликвидация, и стоп-артера с работой, и люди стали уже бояться, что все-таки их позиции будут закрыты, так или иначе, в виде такой взрывной рост битка. То есть, не дошли даже до максимума шарты, рухнули. Ланги тоже упали, что говорит о том, что и быки, и медведи, они не уверены в своих силах, и сейчас ситуация очень неоднозначная. Далее, по квантстампу мы говорили о том, что есть хороший сетап, и видите, что он вырос на 50% за последние сутки-двое. Пробил, вот была коррекция туда, пробил на тот уровень вверх еще раз, и приближается потихоньку к серьезным отметкам в 1000. Если кто-то покупал на тех уровнях, где мы об этом говорили, около 500 сатоши, ну, поздравляю, все очень здорово, закрывайте постепенно, не забывайте о том, что надо фиксировать профит. Да, по тезеру, видите, как у нас упал, кстати, да, капитализация тезера, то есть, вот еще один момент, который об этом, на это указывает. Ну что, на этом все, будьте осторожны с вот этой вот всей историей, не забывать переводить свои валюты на холодные кошельки. Ну, а я с вами прощаюсь до завтра, надеюсь, увидите в новом апдейте, готов буду готовить какие-то более детальные исследования этого вопроса, есть очень много материала, перерабатываю. Ну, а пока, до завтра, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok